Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня в Пресненском суде проходит дело, слушное дело Михаила Ефремова по существу. Значит, я напомню, что Эльман Пашаев заявил о том, что автотехническая экспертиза проведена не в полном объеме. Об этом, в принципе, говорил и сам эксперт, что в полном объеме ее невозможно провести. Значит, и Эльман Пашаев допустил, в общем-то говоря, и дистанционное воздействие на управление автомобилем. Судья, кстати говоря, приобщила этот отзыв специалиста к материалам уголовного дела. Я считаю, что Эльман Пашаев действует абсолютно правильно, потому что все, что не доказано, не доисследовано, трактуется в пользу подсудимого, то есть в пользу Ефремова. Значит, в суде выступил эксперт, эксперт-автотехник. Он заявил, что автотехническая экспертиза по делу Ефремова была проведена не в полном объеме. Независимый специалист Юрий Фиалко отметил, что необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования джипа. Значит, ТАСС передает, что автотехническая экспертиза по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова была проведена не в полном объеме, в силу недостаточной материально-технической базы экспертов МВД. Об этом заявил независимый специалист Юрий Фиалко, приглашенный в суд адвокатами актеров в качестве свидетеля защиты. Что он говорит? Экспертиза, проведенная специалистами МВД по делу Ефремова, в целом была сделана грамотно, выводы, содержащиеся в ней, обоснованы. Но, с моей точки зрения, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования джипа Ефремова, сказал эксперт. По его словам, работа электротехнического оборудования внедорожника могла повлиять на обстоятельства ДТП. Так как из-за его неисправности машину могло занести, она могла внезапно и неконтролируемо ускориться. Машина у обвиняемого американская. Американцы любят пичкать автомобиль электроникой для комфорта, поэтому надо было с помощью современного оборудования проверить, кто, где и когда вел техническое обслуживание этого джипа, кто его ремонтировал и где. Другое дело, что у МВД, вероятно, нет таких возможностей. По-хорошему, официальный дилер мог бы оказать помощь в проведении такого исследования, сказал специалист. Ну, то есть, специалист ставит под сомнение полную исправность машины. И, собственно говоря, к примеру, если какие-то манипуляции с машиной производились, можно было бы это выявить, которые могли повлиять на работоспособность, собственно говоря, электроники, механизмов самого автомобиля. Об этом заявил, я напомню, Юрий Фиалко, независимый специалист, который вызвал в суд Эльман Пашаев. Несомненно, если невозможно будет доказать и невозможно будет исследовать джип, то, в общем-то говоря, вот эти сомнения, они будут трактоваться также в пользу Ефремова. Пишите ваши комментарии, что думаете по этому поводу. Это все субъективно моя точка зрения. Помимо того, что я прочитал, я имею в виду, да? Значит, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, ребят, до встречи.